Доброго времени суток, друзья! Сегодня я решил посетить проект, на который когда-то делал обзор. Делал я его совсем недавно. Называется этот проект DeadNet. В своем обзоре я отзывался об этом проекте достаточно хорошо. Мне казалось, что проект заслуживает внимания и у него есть какие-то перспективы. Ну и вот, прошло какое-то время, проект вышел в свет, он вышел из стадии тестирования. И в общем-то он вполне играбельный и у него есть свой онлайн, есть свои игроки. Ну и давайте посмотрим вместе, что изменилось на этом проекте, что стало лучше, что стало хуже. Ну а я же первым делом поехал на вокзал, так как еще на момент обзора этого проекта мне удалось прокачать какие-то уровни, про которые, кстати говоря, на этом проекте обещали, что их не будет. Но нет, они есть и их надо прокачивать. Ну и в общем-то в описании говорилось, что не будет линейности в структурах. Наверное, гражданские не относятся к этим структурам, потому что уровни есть. Ну и вот я на обзоре прокачался до вот такого вот автобуса. Это не самая последняя работа на автобусе. Есть еще один пункт, это междугородний автобус. Поэтому начнем пока с этого, прокачаем и будем смотреть, что там дальше. Пока я заметил первый косяк, это когда ставишь метку вот этого автовокзала, она ставится на эстакаде, то есть где-то метрах в 50 выше. И постоянно люди приезжают по этой метке не туда. Как она была на обзоре криво сделанным, так она до сих пор там и стоит. Видимо, никого это не парит, и тогда администрации и не дошла та самая ошибка, что навигатор приводит вас совсем не на автовокзал. Ну а сама работа водителя, как была такая странная, так она и осталась. Но на момент обзора проект был в разработке, поэтому я на этом не акцентировался. Ну а что же мне показалось, мягко говоря, странным? Да странным показалось то, что какой бы скорость ни развил автобус, о скорости мы поговорим чуть позже, на остановке он встанет так, как вкопанный, как будто вы в стенку врезались. Он остановится моментально. Второе, это постоянно надо вписывать себе маршрут. Проезжаете две остановки, маршрут скидывается. Надо идти в меню, нажимаете букву М, там выбираете транспорт, в транспорте выбираете рейс, нажимаете рейс, рейс продолжается. И так каждые две остановки. Зачем так сделано, я не знаю. Ну а вот сейчас на ваших экранах как раз та самая остановка. И несмотря на то, что я еду с приличной скоростью, сейчас автобус моментально встанет. Раз, и он встал. Он останавливается сам. Вы как будто в стену врезаетесь. Ну и стоите 10 секунд, ждете. По истечению 10 секунд, естественно, сразу же навигатор прокладывает вам маршрут дальше, к следующей остановке. И вот следующая остановка будет как бы конечная. Все. Дальше, как я уже сказал, надо лезть в меню и по самому себе прописывать дальнейший маршрут. Ну и вот как раз я сейчас подъезжаю к такой вот остановке, которая с какого-то хрена является сразу же и конечной. Кстати говоря, на этой же остановке спустя 10 секунд вы и получаете свои очки за то, что вы проехали вот это расстояние. Вот сейчас выскочила табличка. И деньги за вот этот вот короткий непонятный рейс. Дальше, вот вы можете сейчас заметить, я остановился, потому что не понимаю, куда мне дальше ехать. Ну и дальше уже идет взаимодействие с этой табличкой. Ищем пункт транспорт, нажимаем его. Срабатывает табличка на самом деле не очень хорошо, не с первого раза, есть какие-то задержки по таймингу. И вот теперь проложился маршрут. Не знаю, кому пришло в голову вот такое вот решение и зачем оно. И этим вам придется заниматься очень и очень часто. Остановки достаточно быстро заканчиваются. Еще же, помимо вот этого геморроя с постоянным прописыванием нового маршрута, вас еще будут с завидной регулярностью грабить. И да-да, здесь грабят всех. Идешь ли ты пешком, едешь на машине или даже если едешь на автобусе, все равно грабят. Видимо на проекте нехватка проездных. Поэтому грабят с завидной регулярностью. Чем на самом деле только мешают. И так тут конские требования по прокачке уровня, так еще вот такие вот мега-РПшники не дадут вам спокойно поездить и подняться каким-то образом. За все время проведенное здесь, а здесь поверьте я провел ну просто охрененное количество времени, я так и не смог толком ни черта сделать и ни черта заработать. Потому что просто не дают. Ну и конечно же ждать, что к вам приедет карета скорой помощи тоже не стоит. Как и на большинстве этих проходных ширпотребных проектов, здесь медики играют в АФК. Вот они стоят за этой стойкой. У многих из них горит над головой АФК, потому что уже достоялся больше 15 минут. Или сколько здесь дается, я уж не знаю. Поэтому вызывать скорую можно даже, наверное, и не пробовать. Но справедливости ради я должен сказать, что скорые здесь ездят. Но куда и зачем, я не знаю. Далее же до меня докопались полицейские, ну потому что больше-то здесь докапываться не до кого. Поэтому, ну вот они нашли преступника, который, видите ли, после того, как его убили, оказался в маске и не успел ее снять. Поэтому я загремел в тюрьму. Проводите человека немедленно, что за произвол, беспредел, беспредел какой-то происходит. Я требую, требую. Человека при себе не найдено ничего нелегального, сэр. Вам вынуждены заплатить штраф 10 тысяч. Фу. Ну и как вы, наверное, слышали, штраф за то, что ты ходишь в маске, 10 тысяч. Скажу сразу, что за все время, вот это огромное время, которое я провел здесь, я заработал всего 18. И это действительно непосильным трудом. Кто придумывает эти штрафы, хрен его знает. Но я точно уверен, что этот человек не играл на своем проекте. Это вот к бабке не ходи. Ну и, конечно же, у меня есть претензии к работе полиции. Не к работе полиции, к их общению, а в принципе о геймплее. Здесь, как бы, на этом проекте можно отыгрывать полицейского просто 24 часа в сутки. Потому что на этих проектах никто никаких правил не соблюдают. Все гоняют как хотят, сбивают друг друга, грабят, стреляют, но нет. Полицейские стоят и выискивают себе такое лайт РП. Ну вот по типу того, что почему вы ходите в общественном месте в маске, почему вы неправильно припарковали машину. Здесь тоже такое есть. Как бы это безумно и бредово не звучало, но такое здесь присутствует. И вторая моя встреча с теми же полицейскими, но не с теми же именно, с этими же персонажами, а просто в смысле с полицейскими, была после того, как я откинулся из тюрьмы. Они стоят и ищут свою добычу. Легкое РП. Мимо них пролетела огромная куча машин на огромной скорости, но докопаться они решили до человека на скутере. Ну вот таким вот образом. Здесь и происходит работа полиции и их ролевая игра. Ну и в результате я получил еще один срок, и так как у меня заглючил микрофон, и я не смог им ничего сказать. На проекте есть, надо сказать сразу, что на проекте есть в меню возможность перезагрузки голосового чата. Но я не знал, как это сделать, и не смог им ничего ответить. За что получил аж 4 часа тюрьмы. Блин, нахера ты меня сюда привез-то? Отвези лучше меня к мэрии, а, гонщик. Блин, не успел зайти, блин, здоровье уже крапаль остался. Ты новичок, я так понимаю. Да, я второй день. Да, если ты вообще не вразумил, чем мы сейчас делали. Нихуя не понял вообще. Ну мы, короче, тебя в Рапса, считай, сдали. Да? Да. Давай, удачи. Давай. Ну и вот, друзья, такая история произошла со мной, как только я откинулся из тюрьмы. Как вы, наверное, уже поняли, меня сбили. Потом, пока я лежал, меня подобрали и хотели сдать, как пустую тару, в какое-то рабство. Вот такая вот херобора здесь происходит. Совсем не похожая на то, что обещали на этом проекте. Ну а я ожидал, так как у меня уже здоровье совсем осталось крошка, пошел в медпункт. И как же меня удивила игра за медиков. Посмотрите на нее. Человек за стойкой регистрации часами стоит без движения. Он вообще ничего не делает. Знаете, вот есть такая игра Евротрак Симулятор. Я не могу в нее играть по той простой причине, что там все управление. Это вы жмете кнопку W, чтобы грузовик ехал прямо. Вот и все. Это единственная игра, в которой я играю, уснул. Так вот, я не могу понять, как же интересно играть вот этому человеку. Ведь он часами смотрит одну и ту же картинку. Иногда делая вот такие вот движения, чтобы не встать в АФК. Встаньте на его место. Вот с той стороны экрана сидит живой человек. И он часами смотрит одну и ту же картинку. Это опупеть можно. Неужели в это действительно интересно играть? Обращаются к нему, ну я бы сказал, крайне редко. Да, приходит, покупает какую-то таблетку от головы. Он начинает произносить какие-то дурацкие фразы. Я достал из сумки таблетку, дал человеку. И все, это вся игра. Это обалдеть можно. ЕТС по сравнению с его игрой, это экшен с боевыми действиями. Ну, наверное, каждому свое. Я не знаю, если человеку интересно вот так вот часами стоять, ну, наверное, это его выбор. Ну, а я же дальше решил попробовать прокачать все-таки эти конские требования по следующему уровню и дойти до следующей работы. Ну, забегая вперед, скажу, ни черта у меня не получилось. Но зато, видите, на этом проекте есть динамичная смена погоды. Только что был туман, дальше будет и снег, и еще что-то. Сейчас дождь и гроза. Но, если на первом видео мне казалось, что это интересная фишка, то уже вот в той атмосфере, в которой я сейчас побывал, нахватался уже это дерьма от мега-РПшников, то мне уже кажется, что вот эта вот смена дня и ночи, она, кстати, здесь не привязана к суткам. Она здесь тоже динамичная. Меняется день-ночь, меняется погода. Но мне кажется, что все это только напрягает сервер, и от этого здесь есть какая-то нестабильность. Меня шесть раз выкидывало, да и фпс на этом проекте тоже не самый лучший. Я даже для проверки зашел на Red Age, так как там у меня все было стабильно, и проверил. Заодно и протестировал микрофон. На Red Age все работает, здесь работает, ну, через раз. Ну, и я решил продолжить дальше фармить. Ну, как я и говорил, фармить здесь вам не дадут. Опять налетели мега-РПшники, ну, и вот вы сами видите, что здесь происходит. Здесь, как я и сказал, грабят все. Ходишь пешком, ездишь на автобусе, и вообще насрать. Вылез из машины. Конченный вылазь из машины. Ну, все, клоун, отдыхай, мы поехали. Слышали, наверное, фразу? Ну, все, клоун, отдыхай, мы поехали. Это сейчас в тренде на этих проектах. При любом ограблении, ну, наверное, каждое пятое ограбление вы услышите эту фразу. Это у них тренд. Ну, и вот опять мы видим работу медика. Но этот, видимо, уже с ума сходит от того, сколько он стоит на месте, поэтому начинает бегать туда-сюда. Ну, а что касаемо РП, которое мы видели с ограблением, как я и сказал, здесь грабят все, что шевелится, им вообще по барабану. Здесь нет никакого РП, поэтому, ну, а чего еще ожидать от этих проектов? Чего здесь еще ожидать? Кстати, пока я добирался до города, меня еще два раза пытались ограбить, и были посланы. Я уже, уж извините меня, не играю РП на этих проектах. Я просто всех посылаю туда, в общем-то, откуда их когда-то мама родила. Поэтому, ну, можете обвинять меня в нон-РП. Кстати, здесь в этом обвиняют, обвиняют, вернее, очень часто. Но вот, как и вот этого вот персонажа, я просто начал уже просто посылать. Идите вы со своим РП. Не хочется сейчас на видео произносить. Но некоторые понимают. И вот, как этот человек, например, видимо, уже по интонации понял, что, ну, здесь не будет РП, и ловить здесь нечего, и просто уехал. Но на этих проектах, как говорится, чем дальше, тем интереснее. До города я так и не добрался. Меня все-таки сбили, и я психанул и вышел. Но когда я перезашел, оказалось, что у меня нету ни одной лицензии. Лицензии на этом проекте даются на время. Там написано 12 месяцев. Чему равны эти 12 месяцев, я хрен его знает. Но я так понимаю, что раз в день вам надо их пополнять. Ну, спорное решение. Я не знаю, какой фантазией надо обладать, чтобы вот такую механику сюда внедрить. Но, тем не менее, у меня нет ни одной лицензии. Мопед мне не взять, машину мне не купить. Мне ничего не сделать. Ездят ли автобусы или не ездят, на этих проектах абсолютно непонятно. Стоять на остановке ты можешь часами. Приедет автобус или не приедет. Даже если он есть, его сейчас по дороге кто-нибудь ограбит. Ну, шизофрения здесь продолжается. В общем, мне не оставалось ничего, как брать велосипед. Из другого конца карты пилить в мэрию на велосипеде. И я, если честно, даже не знаю, есть ли на этом проекте такси. За все время, что я здесь существовал или выживал, не знаю, как это назвать, но не играл, мучился. Я не видел ни одного такси. Не знаю, но, скорее всего, есть. Но я не знаю, где его искать. Но я не видел, честно говоря, я не видел ни одного таксиста. Ну, и в результате я все-таки добрался до мэрии, купил себе лицензии и пошел в автосалон купить автомобиль. Хотел показать это и вам, но меня уже настолько задолбал этот проект, что мне уже было не до этого. Я не стал ничего снимать. Если что, можете посмотреть в обзоре. Ну, мега-РПшники не дают расслабиться ни на секунду. Как видите, моя машина стоит не там, где я ее поставил. Она стоит вообще где-то теперь на газоне и вся мятая. Просто пока меня не было, какой-то РПшник просто херачил мою машину и забивал ее вот туда вот на газон. А на этом проекте, если вашу машину сдвинули с места, вы ее больше не откроете. Тут надо станцевать танец орла для того, чтобы найти старое место, то, где вы ее поставили и где вы ее закрыли. Только тогда вы сможете ее открыть. Ну, генеральные решения этого проекта сыпятся просто как из рога изобилия. Ну, в результате с горем пополам мне все-таки удалось найти то место, где я ее когда-то поставил. Там я ее открыл, вернулся на то место, где она стояла разбитая и, в общем-то, поехал. И, кстати, посмотрите, что здесь происходит. Это вот к истории про то, что я хожу в маске в общественных местах. А на самолете это нормально. Вот поэтому я говорю, что менты здесь занимаются какой-то херней. Ну, а в завершении я хотел подарить свою машину вот этому человеку. Но мега-РПшники не дают, как я и сказал, расслабиться. Меня сбили. Поэтому я не успел подарить свою машину этому человечку. Достал мне этот проект, вымотал и сил моих больше уже не было. Поэтому я просто вышел прямо вот с этого места. Вот такой вот у меня получился не обзор, но геймплей на этом проекте. Проект мне не понравился. Когда я делал на него обзор и это было прелизное состояние, мне казалось, что у этого проекта есть какие-то перспективы. Но никаких перспектив не оказалось. Он все такой же, проходной, ширпотребный, с очень-очень ограниченным РП. И когда человеку задаешь вопрос, а что здесь можно поделать, то ответ один и тот же на всех вот этих вот проходных проектах. Ну, тогда в банду пойди можешь вступить. Какую-нибудь. Но это к вечеру, чтобы побольше людей было. Там людей грабить можно, хорошие бабки с этого поднимать. Или там в какие-то госструктуры пойти, в ту же полицию там или еще куда-то. Много занятий на самом деле. Либо просто работать, общаться с людьми. Я вам просто езжу, хернюю мою. Красота. В основном, да, скучно. А вот если РП-ситуация попадается, то это уже веселье. Просто тут действительно надо стараться что-то найти. Не всегда что-то происходит, к сожалению. Ну и вот, друзья, парень действительно описал все происходящее на этом проекте. Ты можешь вступить в банду, ты можешь грабить или пойти в ментовскую. В общем-то и все. А или езди просто херней майся, как он. В общем-то все здесь этим не занимаются. Стоящих АФК людей здесь просто огромное количество. Просто заходят и зачем-то стоят. Ну это скорее всего для прокачивания уровня. Другой причины я не вижу. В общем вот такой вот у меня получился геймплей на этом проекте. Проект, повторюсь, мне жутко не понравился. Я не увидел в нем ничего интересного. Но это дело, я бы сказал, наверное, на любителя. Онлайн у этого проекта есть, значит есть и люди, которым нравится и либо стоять, либо друг друга грабить. В общем-то дело каждого. Но это не мой проект, это уж точно. А я пойду искать что-то для себя интересное и новое. А перспективы грабить друг друга или стоять за прилавком мне почему-то не улыбаются. Ну и в общем-то ладно, на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok